Длительное и пышное цветение, теневыносливость, неприхотливость в уходе. Вот основные достоинства остильбы. Её раскидистый куст с соцветиями и метёлками украсит любой участок. Остильба – многолетнее корневищное растение семейства камнеломковые. Есть много разных сортов. Они могут цвести с июня и даже до сентября. Сорта в разное время. Сейчас некоторые сорта уже цветают, которые начали цвести в начале июля. Сейчас можно их обрезать, чтобы формирующиеся семена не вытягивали силы из растения. Это необходимо и для сохранения декоративности, поскольку тройчатые рассечённые листья остильбы и сами по себе создают резной узор. Не надо забывать про полив, потому что если остильба сидит на солнечном месте, она требует очень много воды. Если в тенёчке, потому что она выносит как солнце, так и полутень, даже иногда в тени она показывает ярче свои свойства, свой цвет. Поэтому про полив не нужно забывать. И, конечно же, после отцветания можно её подкормить комплексными удобрениями. Если после цветения идут обильные дожди, на листьях могут образовываться тёмные пятна. А посему для профилактики приветствуются обработки медь содержащими препаратами. Ну а если остильбы ещё нет в саду, сейчас самое время задуматься, почему. Август – это время деления остильбы и, соответственно, посадки. Это самое лучшее время после отцветания. В принципе, остильба нетребовательный и неприхотливый многолетник, поэтому её делить можно в течение всего сезона. Но лучше, конечно, делить её после отцветания. Она лучше приживётся и будет себя хорошо чувствовать и покажет лучший результат на следующий год. Уже на следующий год после деления остильба радует разноцветием. Нет уверенности в сочетаниях и выигрышном соседстве. Обратите внимание, как дополняют друг друга остильба и хоста – и цветом, и текстурой листа.